На тридневное воскресенье Господа нашего Иисуса Христа. Радуйтесь всегда, Господи, возлюбленные братья. Еще раз говорю, радуйтесь. Господь близко, ни о чем не заботьтесь. Филиппийцам 4,4 Господь восстал из мертвых, и вместе с Ним большое множество святых. Будем же праздновать сладостно и трезвенно. Это поистине тот день, который сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Него, Псалом 117,24 Возвестим о воскресении Спасителя, лучше же сказать, возопьем о нашем спасении. Возвестим память о том спасительном дне. Возвестим об умерщвлении дьявола, о пленении нечистых демонов, о спасении христиан, о воскресении мертвых. Через воскресение Христова угошается гиенна огненная. Умирает неусыпающая черепь. Ад приходит в смятение, дьявол печалится, грех умерщвляется, злые духи преследуются. Те, которые произошли из земли, сбегают на небеса. Находящиеся в аду освобождаются от уз дьявола и, прибегая к Богу, говорят дьяволу, «Смерть, где твоя жала? Ад, где победа твоя?» 1 Коринфянам 15, 55. Виновник же у нас этого святого праздника и торжественного собрания Христос, податель и всех нам благ. Он изотворил нас искренне и привел из небытия в бытие. Он и теперь спас погибающих. Он животворил омертвелых. Он избавил от дьявольской тирании нас, бывших рабами, греху. Он сделал свободными. Истребил бывшее нас рукописание. В Колоссяном 2, 14. Христос нас искупил от законной клятвы, сделавшись за нас клятвою. По этим причинам достойно и нам сказать, что воздадим Господу за все, что Он сделал для нас. Будучи единородным Богом, Он благоволил ради нас сделаться человеком и был послушен даже до смерти, чтобы избавить нас от вечной смерти. Носил образ раба, Господь ангелов. Воспринял плоть Бога, Слово, и явился человеком тот, кто имел один с Отцом вид и одно существо. И претерпел это, чтобы исторнуть нас из неправедного рабства и выкупить из бесчестия. Поэтому перенес страдания плотию, податель нашей жизни. Поэтому и был погребен источник бессмертия, чтобы даровать смертным вечную жизнь. И Он пребывал на земле, совершая благодеяния, исцеляя болезни людей. Но от богопротивных иудеев воспринял воздаяния недостойные. Господь наш Иисус Христос по великой своей благости ощущал прокаженных, слепым даровал зрение, исцелял хромых, прогонял демонов, воздвиг из мертвых четверодневного лазаря, пятью хлебами насытил пять тысяч человек, ходил по морю, превратил воду в вино, исцелил кровотачивую и возвратил в жизни умершую дочь начальника синагоги и совершил много других таинств, достойных изумления. Иудеи же, возбужденные завистью и недоброжелательством, то хотели побить Господа камнями, то пытались низвернуть Его вниз со скалы, а, наконец, возвели даже и на крест. Господь же наш Иисус Христос не подражал злобе богохульствовавших иудеев, но руки свои отдал на раны по слову пророка. При первом своем явлении Он не пришел наказать и отомстить неверным, но восхотел великодушием и терпением привести заблудившихся к истине. И пойми Господнюю благость и великую доброту. Иудеи злословили Его и говорили Ему, бес в тебе. Господь же, будучи долго терпелив, прогонял из людей демонов. Иудеи плевали в лицо Спасителя, а Он врачевал их слепых. Иудеи пытались побить Христа камнями, а Христос даровал их хромым силу бегать. И постоянно продолжал благодетельствовать, оскорбителям, и за зло воздавать тем неблагодарным и беззаконным людям добро. Незлобе уже перенося оскорбление, быть может, даже считался немощным, дареносимый ангелами. И чтобы не показалось, что мы, говоря многое, удлиняем слово, перейдем к самым главным предметам. И так, наконец, был введен на крест и смерть царь славы и пригвождается к древу славословыми, серувимами и серафимами. Конец.